Друзья, всем большой привет! Спасибо, что зашли на мой канал и смотрите это видео. Меня зовут Настя и сегодня будет супер-супер гламурный макияж. Мне кажется, он даже получился таким, знаете, инстаграмным. У меня такой вот супер-пучок на голове, странного цвета губы, я это знаю, такие яркие глаза, хотя, наверное, нет такого сильного контуринга, как у некоторых бывает в инстаграме и нарисованных бровей, но все равно макияж действительно достаточно, как бы это сказать, не то чтобы тяжелый, но здесь прям использованы все средства по канону. Это праймер, тональный крем, консилер, корректор, пудра одна, пудра для глаз и так далее. Что сегодня вдохновило вообще меня на такой образ? Я получила недавно несколько посылок и я вам хотела сейчас немножечко про них рассказать и тем самым рассказать, что именно вдохновило меня сегодня на вот такой вот супер-макияж. Я сделала заказ на сайте Tarte, наконец-то у них есть доставка в Россию, возможно, она есть уже давно, одна я об этом не знала. И там нужно на определенную сумму заказать, чтобы доставка была бесплатной, но вы знаете, заказ пришел достаточно быстро, отслеживался идеей и челем, и если вы давно хотели что-то от Tarte попробовать, то я очень рекомендую, потому что, что касается доставки, все очень цивильно, отслеживается, и, в общем-то, проблем никаких не было. Заказ пришел, по-моему, за 10 дней. Это очень быстро. Итак, значит, первое, что я заказала, и, мне кажется, наверное, более всего я была взбудоражена, чем, хотя на самом деле мне все три позиции нравятся, это консилер Shape Tape от Tarte. Если вы смотрите заграничных блогеров, то вы знаете, что сейчас все им пользуются, все о нем говорят. Где-то года три назад была стадия, когда все пользовались маковским Pro Longwear, потом, не так давно, где-то года полтора назад, все переключились на Нарсовский Cream Radiant Concealer, потом на Naked Skin от Urban Decay, и теперь, сейчас всем правит Tarte Shape Tape. Из всех тех трех консилеров, что были до Tarte, мне больше всего нравился Нарс. Про Longwear я всегда замечала, что он немножко подсушивает кожу под глазками. Нарс, он от названия Cream Radiant, понятно, что он действительно кремовый, и он реально не подсушивает кожу под глазками, и он действительно пигментирован настолько, что можно использовать и на всем лице, на каких-то воспалениях или недостатках, которые не закрашивают ваш тональный крем. То есть, по плотности он, ну, совсем чуть-чуть уступает Маку, но даже я со своими суперсильными синяками под глазами могу его использовать и радоваться. И потом, когда все начали пользоваться Naked Skin от Urban Decay, естественно, его я тоже купила и попробовала, и вы знаете, у меня нет от него тоже, у меня от него не снесло башку, он по запаху очень похож на Pro Longwear от MAC, и все равно Нарс для меня остался лучше всего. Но сейчас все говорят про Shape Tape, и мне было очень интересно попробовать, что же это за консилер такой, который супер все покрывает и не подсушивает, и супер много оттенков. И вы знаете, даже на сайте Tarte можно заказать не более двух Shape Tape себе в корзину, то есть больше двух вам не продадут, на него такой спрос. Он в очень большом контейнере, я его чуть не уронила, видите, он почти с размером с мою голову, и у него супер большой аппликатор, вот так он выглядит, то есть, да, значит он, знаете, так пахнет, но ненавязчивый и запах улетучивается сразу, как только вы использовали этот продукт. Я уже, естественно, как вы видите, накрашена, я использовала консилер под глазами, и пока могу сказать, что он мне понравился, он действительно хорошо покрывает, он хорошо растушевался, пока не могу сказать, нравится ли он мне больше, чем Нарс. Естественно, я его попробовала только вот сейчас, один раз, мне нужно попользоваться им подольше, но что касается первого впечатления, то оно абсолютно положительное, и он мне понравился. Второе, что я заказала, и тоже, что мне очень, я была вот так вот довольна, что я наконец-то это сделала, это тональная основа, вы знаете, я не знаю, что в последнее время происходит, но я человек, который любит косметику, любит макияж, любит процесс нанесения косметики, и мне нравится наносить несколько слоев, то есть, там, корректор, консилер, пудра, все это мне нравится наносить на себя не потому, что я считаю, что мне это нужно, а потому что мне нравится процесс, нравится результат, мне просто нравится проводить время так. И в последнее время мне стали нравиться более натуральный макияж. Может быть, я старею, мне скоро исполнится 25, может быть, дело в этом, может быть, нет. Я не знаю, что со мной происходит, но это даже отразилось на тональных основах. Если раньше я любила, чтобы прям вот замаскировала, аж замаскировала, то сейчас я до сих пор люблю супер покрывающие консилеры, потому что считаю, что консилер обязан перекрывать недостатки с собой. Но основа тональная, в свою очередь, может быть достаточно легкая, и она должна, мне кажется, выравнивать тон. То есть, знаете, бывают такие основы, которые вот нанес и как будто не нанес. Это я, конечно, до сих пор не понимаю. Но сейчас мне нравятся больше такие тональные средства, которые все-таки более невесомые, на коже более незаметные, которые не ощущаются так тяжело на коже, либо не ощущаются вообще этого идеали, конечно. И я не ищу супер покрытия от тональной основы. Я хочу лишь, чтобы она выравнивала тон моего лица. И я поэтому купила Rainforest of the Sea от Tarte примерно полгода назад, или, может быть, по-моему, летом 16-го года вышла вообще вот этот вот Range, Rainforest of the Sea, и там есть вот эта основа. И при нее достаточно много людей говорят хорошие вещи. Она как раз-таки дает покрытие light to medium. Это то, что мне сейчас нравится. Она очень такой идет, значит, вот с таким вот дозатором в виде пипетки. Цвет мне вроде как нормальный. Ну, посмотрим. Цвет, кстати, у меня Fae Neutral. Это, по-моему, второй по светлости. Я думала взять самый светлый, но не взяла. Не знаю. В общем, у меня цвет Fae Neutral, но я, как вы видите, светлая, как почти белый лист бумаги. Я не пробовала пока еще эту основу на лице. И сейчас расскажу вам, почему. В этом видео вы этот тон не увидите, потому что я хочу снять на него первое впечатление. Я уже снимала первое впечатление на L'Oreal Lumimajig, Lumicushion. И хочу то же самое сейчас сделать вот с этой основы. Поэтому, если я это видео уже выложила, то обязательно где-нибудь здесь будет ссылочка и в описании к этому видео. Если это видео я еще не выкладывала, то ждите, скоро оно будет у меня на канале. И последнее, что я заказала от Tarte, это румяна. Румяна, мне кажется, это то первое, чем Tarte стали известны. 24 часа Amazonian Clay Blush. Это прям вот пронеслось, наверное, года три назад от Tarte. Прям все начали пользоваться этими румяными. Они заявлены как очень стойкие. Там очень много красивых абсолютно цветов. И я выбрала цвет, который вышел не так давно в этой линейке. Цвет называется Risqué. Выглядит вот так вот упаковочка. Соответствует цвет упаковки цвет румян. Есть зеркало, что, конечно же, очень удобно. И вот такой вот цвет румян. И опять же, в тему того, что я стала любить более натуральные образы, мне начали нравиться более приглушенные цвета румян. То есть такие оттенки припыленные, припыленные, такие натуральные, которые не перетягивают на себя внимание. Не перетягивают на себя, в общем-то, внимание. Цвет написан на сайте. Он описывается как Pitchy Nude. И я Pitchy Nude. И я абсолютно согласна. Наверное, вы не увидите сводч у меня на пальцах. Хотя, возможно, вам и видно. Сейчас постараюсь сделать на руке. На руке, вот, наверное, вы уже не сможете увидеть. Хотя, не знаю. По крайней мере, они мне сейчас нанесены на лице. И что могу сказать? Макияж у меня на глазах сегодня, конечно, супер яркий и такой драматичный. И в таких случаях особенно важно, чтобы румяна не перетягивали на себя внимание. И мне кажется, что вот этот цвет просто идеальный. Мне очень понравилось, как они нанеслись. Они очень пигментированные. Они хорошо освежили мое лицо, но при этом они не супер яркие. Вот это то, что я прямо хотела себе заказать. По поводу стойкости тоже пока сказать не могу. Нужно подольше попользоваться мне ими. Сегодня был первый раз. Но тоже первое впечатление супер положительное. Друзья, еще мне пришел заказ с сайта Beauty Bay. Наконец-то он шел, тут уже он шел долго, он вообще не отслеживался. То есть я нажала платить, меня сняли деньги. И потом мой заказ куда-то поехал. Наконец-то я его получила. Прошло полтора месяца, прежде чем он ко мне пришел, дорогой мой. И, значит, что я приобрела там? Самое, наверное, то, чем я была тоже взбудражена больше всего в этом заказе, это пудра RCMA No Color Powder. Если вы знаете блогершу, наверняка вы ее знаете, Kathleen Lights. Она такая милая пупсичка. В общем, она, не знаю, может быть тоже около полугода назад рассказала всем, что нравится ей вот эта вот пудра. И все начали, весь YouTube начал пудрой этой пользоваться. И пользуются этой пудрой люди те, у которых кожа склонна к сухости. У меня кожа комбинированная, но верхний слой обезвожен. И, да, в общем, я решила попробовать эту пудру. И что еще прикольно, сегодня я наконец-то попробовала метод baking. Это когда вы супер-супер много пудр кладете на какие-то места на лице, чаще всего это под глазами, оставляете все это дело минут на пять, это типа запекается все дело, то есть пудра запекает консилер, потом вы смахиваете излишки, и пудра из-за того, что так много ее было нанесено так долго, она намертво все фиксирует, ничего у вас не скатывается, кожа на ощупь становится шелковистой, а по ощущениям она такая, ну, то есть стираются поры, то есть она прям становится такой идеальной. Вы знаете, я сегодня в видео это сделала, и вот сейчас я на себя посмотрю, сейчас я какое-нибудь зеркало, я чувствовала себя, во-первых, очень по-дурацки, пока я сидела с этой пудрой, что я могу сказать? У меня не скатался консилер под глазами, но мне кажется, что это заслуга самого консилера, потому что именно про него говорят, что он не скатывается, так что я не знаю, возможно, это заслуга и пудры, но пока я вам сказать не могу. Сказать, что он сделал мою кожу более идеальной, ну, наверное, нет, то есть я, правда, использовала только вот на этой зоне, я не использовала здесь, где поры у меня расширены, возможно, мне нужно попробовать это сделать здесь, и я замечу результат. По ощущению, кожа действительно шелковистая, но есть у меня ощущение, что если кожа у вас сухая, то вам не стоит применять такой метод, потому что он может, ну, вот это вот, излишки этой пудры могут подчеркнуть шелушение или вот сухость вот этой вот кожи под глазками. У меня сейчас ничего не видно такого, но есть такое ощущение. В общем, мне тоже нужно будет подольше попользоваться таким методом. Пока не могу сказать, что это прям что-то такое супер-супер, но это интересно было. Еще я купила матирующие салфетки от фирмы Palladio. Не знаю, слышали вы о них или нет. О них говорят некоторые блогеры, и, вы знаете, говорят не очень часто, но если говорят, то вещи хорошие, поэтому мне очень было интересно их попробовать. Они называются Rice Paper, то есть супер-супер тонкие. Я ими тоже еще не пользовалась, вот только открыла перед видео. Поэтому попользуйтесь, если вам интересно, скажу, как они мне понравились или нет. И последнее с сайта Beauty Bay, это был глиттер от фирмы Violet Vos. У меня нет ничего от этой фирмы, вот только пока вот этот глиттер. Называется цвет Unicorn Party. Это такой розово-бордово-красный глиттер с разными-разными абсолютно цветами отражая. Я очень хотела, чтобы заказ пришел пораньше, потому что я очень хотела с этим глиттером снять макияж количества Валентина, но, к сожалению, почта наша работает не так быстро, как мне бы того хотелось. Сейчас попробую вам показать, что это за цвет поближе. Не знаю, сфокусируется моя прекрасная камера или нет, но, по крайней мере, я думаю, что в любом случае именно какое-то представление о цвете вы получить можете. Друзья, кажется, зафокусировалась, но теперь из-за яркости вы не понимаете, какой цвет. В общем, он у меня, в общем-то, на глазах, и вот какой у меня он на глазах, такой он и в баночке. Глиттер как глиттер, красивый цвет. Пока не могу сказать, что он лучше, чем Лид Косметикс или какие-нибудь еще глиттеры. Красивый цвет, вот, потому и, в общем-то, и купила. И, друзья, если вы смотрите на мои губы и думаете, почему она накрасила это себе на губы и вообще этот цвет ей не идет, вы знаете, я, может быть, даже с вами соглашусь, этот цвет действительно может мне не идти, но он странный, и именно поэтому мне и нравится. Это вообще не из этих двух заказов помада, это заказы с прошлого заказа с сайта Beauty Bay. Это помада от LA Splash, и она в цвете Goulish. И вот у меня есть здесь сводч на руке. Он такой, как бы его описать, фиолетово-серый. Просто у меня цвет еще смешан с другой помадой, которую я использовала в видео от Seventeen. Вот, но сначала я нанесла эту, потом ту, потому что я решила, что это, но это будет слишком странно. Цвет действительно, он такой лиловый, но с серым подтоном явно. И, возможно, вы правы, он действительно мне не идет, но он такой странный и интересный, что мне очень хотелось его использовать. И мне кажется, что, в принципе, смотрится не так уж и плохо. Поэтому, конечно же, если вы хотите использовать другой цвет помады, то, естественно, используйте другой цвет. Я лишь просто так немножечко поиграла с оттенками. Друзья, ну и последнее, что я сегодня из нового использовала в видео. Мне пришла смс-ка от RevGosh, что будет 40% скидка. Я, естественно, пошла в RevGosh и взяла то, единственное, на что не распространялась скидка вообще в линейке Smashbox. То есть на весь Smashbox была скидка, а именно на этот продукт нет. Поэтому я взяла и купила его без скидки. Это Primer Water от Smashbox. Это спрей, который подготавливает лицо к нанесению макияжа. То есть он, наоборот, не финиширующий, а праймер. Спрей-праймер. Что мне в нем понравилось уже прям по описанию, это то, что он силикон-фри, алкохол-фри и ойл-фри. То есть прям он без всяких вредных штучек. У него очень классный мист, очень такое мелкое распыление. О, вдыхать его не надо ртом особенно. Знаете, он вкусно очень пахнет, и запах мне очень напоминает следующий продукт. Наверняка вы были в Маке, и вы знаете сфиксирующий спрей в Маке Fix Plus. Так вот в Маке же есть еще один спрей, называется он Mineralize что-то там. Он в такой же баночке, как и Fix Plus, только по цвету она немного другая. И вот прям очень напоминает мне запах вот этого смешбокса, запах вот этого спрея от минерального, от Мак. Прям сразу вспоминаю те дни, когда в Маке работала. Ах, молодость. Ну что, друзья, на этом я долгое свое выступление буду заканчивать. Я очень надеюсь, что вам было интересно смотреть хотя бы его, или вам будет интересно смотреть все видео в целом, или только порцию, где я делаю макияж. Макияж будет долгим, все будут продукты использованы. Я очень надеюсь, что видео вам понравится, придется полезным. Пожалуйста, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки. И давайте начнем. Итак, друзья, сегодняшний макияж я, конечно же, начинаю с макияжа глаз, так как буду использовать глиттер, который всегда подает и портит собой тональную основу. Поэтому сначала я подготавливаю глазки к нанесению теней. И вы можете использовать специальную вазу. Я же использовала сегодня консилер Shape Tape, потому что такой удобный случай. Его я нанесла от ресничек до бровей и растушевала безымянным пальчиком. Для теней я буду использовать сегодня вот такую палетку от Too Faced. И вначале я беру достаточно незаметный, очень натуральный бежевый оттенок. И его я наношу в орбитальную складочку века с помощью пушистой кисти для тушевки. Кисточка у меня от New Air Cosmetics. Этот оттенок я наношу, чтобы придать глазику скульптурность. И этот оттенок поможет далее растушевывать все более темные цвета. Обязательно совершаю круговые движения, чтобы цвет наносился не полукругом от внешнего до внутреннего уголка, а дымкой. Затем я беру кисть для тушевки, которая в форме тюльпанчика, как вы видите. И на нее я набираю розоватый оттенок из палетки и наношу этот цвет уже тоже в складочку века, но чуть ниже, чем первый предыдущий. То есть я начинаю добавлять макияжу темноты, драматичности, цвета. И этот цвет я не должна поднимать так высоко, как первый оттенок. Его я тоже наношу от внешнего до внутреннего уголка. А затем возвращаюсь к кистью, которую я использовала перед этим. Самая первая кисточка. На нее не набираю никаких теней. На ней лишь есть остатки первого оттенка, который я наносила в складку века. И этой кистью я прохожусь по всему рисунку, чтобы убедиться, что между двумя этими цветами нет четких линий. Затем из палетки я беру еще более темный цвет. Это такой темный фиолетовый оттенок. И его я наношу во внешний уголок глаза, чтобы придать макияжу темноты. В принципе, вы можете этот шаг пропустить, но когда используешь глиттер, глиттер очень гармонично смотрится в макияжах, которые супер драматичные, супер темные, такие прям уж супер-супер вечерние. Именно поэтому я затеняю здесь внешний уголок своего глазика. И затем я растушевываю этот оттенок снова предыдущей кистью, уже кистью, которая у формы тюльпанчика. То есть я всегда делаю шаг, а затем возвращаюсь кистью из предыдущего шага и прохожусь по рисунку, чтобы убедиться, что нет никаких границ. Чтобы блестки приклеились, а главное, чтобы они держались и в течение дня не опадали, очень важно использовать специальную базу под глиттер. У меня от Sephora, но сейчас такая же база есть в фирме Elf, в фирме NYX, в фирме Too Faced. Вы можете выбрать любую. Есть в фирме Manly, то есть любую, которая вам по бюджету, по карману, по доступности магазинов. Я эту базу наношу на все подвижное веко пальчиком и затем сразу же, очень быстро я наношу глиттер. Я пытаюсь не терять время, потому что база быстро высыхает, теряет свою липкость, соответственно, к ней глиттер перестает хорошо прикрепляться. Я прям тем же пальчиком набираю глиттер из баночки и вот такими вот притаптывающими, не растирающими движениями наношу на почти все подвижное веко, оставляю лишь внешний уголок, вот этот темный, который мы только что с вами сделали. Все остальное покрываю глиттером. Когда вы используете блестки, они всегда падают на лицо. И, к сожалению, никакие салфетки или средства для удаления макияжа вам не помогут их собрать, потому что они очень цепкие, я вот так вот обматываю скотч, как это ни странно бы не звучало, и собираю им все опавшие блестки. Он очень хорошо собирает их, потому что он липкий, и они прилипают к нему, отлипают от вашего лица, собственно. Никакие, поверьте, методы вам не помогут собрать блестки. Теперь я прокрашиваю реснички и затем прокрашиваю обязательно верхнюю водную линию, чтобы она была без пробелов и супер-супер насыщенно черной. Глазки мы наделаем чуть позже, а пока перейдем к макияжу лица. Я вот использую новый праймер в виде спрея от Smashbox, и он хорошо увлажняет кожу, но так как она у меня еще и комбинирована, то есть в течение дня становится жирной, я решила тоже от Smashbox использовать минимизирующие упоры. Основу, она их хорошо затирает, не могу сказать, что она хорошо матирует лицо, поэтому я не очень часто ею пользуюсь. В любом случае, если у вас расширенные поры, вы очень любите какие-то покрывающие, скрывающие их базы, то советую попробовать этот продукт. Практически не один, а тем более такой гламурный макияж не обходится для меня без этого шага. Я наношу персиковый корректор под глазками именно на сам синячок и растушевываю вот так вот именно по самому синячку пальчиком этот корректор. Он помогает в дальнейшем консилеру лучше сработать, потому что он хорошо собой уже перебивает синий под тон. Если у вас нет таких проблем, как у меня под глазками, то вы этот шаг можете спокойно пропустить. В качестве тональной основы я сегодня буду использовать HD от Makeup Forever. Это старая версия, я уже неоднократно говорила, что она нравится мне больше, чем новая. Ни в коем случае не говорю, что новая плохая, она тоже прекрасная, но все-таки старая мне приходилось по вкусу больше. Наношу я ее с мощным бьюти-блендером по всему лицу. Я в последнее время стала фанатом бьюти-блендера, хотя никогда им особо не было. Но что-то, говорю вам, со мной случилось и приключилось. Ну и наконец настало время консилера. Его я наношу под глазки. Я постаралась нанести не очень много, потому что не знала, как он себя проявит. И мне кажется, что я нанесла даже чуть больше, чем было бы достаточно. И обязательно я его нанесла вокруг рельеф-носы. Я всегда наношу консилер именно под глаза и вокруг рельеф-носы, потому что под глазами я не могу выйти без консилера. А вокруг рельеф-носы практически у всех девушек и женщин в течение дня возникают покраснения, потому что это просто зависит от гормонов. И даже если у вас их нету в тот момент, когда вы делаете макияж, они могут возникнуть в течение дня, поэтому я всегда предпочитаю консилер туда сразу нанести, чтобы потом не волноваться. И дорастушевываю я его тем же смоченным в воде бьюти-блендером. Ну и, наконец, переходим к методу... к методу... к методу... к методу бейкинг. Я, как вы видите, засовываю бьюти-блендер прямо в контейнер, который, к слову, вообще неудобный. Вот у меня очень-очень много пудры на бьюти-блендере. И всю вот эту вот массу я сейчас нанесу под глаза. Кстати говоря, очень вам не рекомендую быть одетой во что-нибудь темное или черное, тем более, потому что действительно очень много пудры осыпается в тот момент, когда вы все эти вот излишки наносите под глаза. И все это дело я сейчас оставлю и пока перейду к проработке бровей. Чтобы закрасить брови, я использую свой любимый карандаш. Это механический карандашик от NYX. Он мне очень нравится. Я уже неоднократно говорила, что он очень похож на Анастейша Беверли Хиллз. Единственное, что у него немножечко... чуть-чуть жестче грифель, но это совершенно неплохо с моей точки зрения. У него отличный цвет, грифель сам по себе тонкий. Им прекрасно можно сделать бровь натуральную или наоборот более структурную. Я свои брови закрашиваю просто пробелы в них и немножечко удлиняю внешний хвостик. Обязательно прочесываю пигмент, чтобы немножечко его растушевать и бровь смотрелась более натурально. И затем гелем закрепляю эффект. Теперь, когда бровь оформлена, на подбровную косточку я наношу белый матовый оттенок, чтобы немножечко бровь приподнять и гармонично завершить макияж. И смахиваю излишки пудры с подглазного пространства. Как я уже сказала, у меня кожа стала шелковистой, но не могу сказать, что это какой-то вау-эффект дало. И дальше я буду просто тестировать и скажу вам чуть позже, что я думаю об этом методе. На нижнее веко я наношу оттенок, который я с самого начала использовала в орбитальной складочке века. И теперь я прокрашиваю нижние реснички. Мы наконец нарисовали глаза и давайте перейдем к тому, чтобы сделать макияж лица. Я обязательно всегда закрепляю пудрой всю свою тональную основу, потому что первое, я люблю таким образом фиксировать макияж. И второе, пудра убирает липкость тональной основы, позволяя всем последующим сухим средствам, типа румяным и так далее, ложиться ровно и без пятен. И говоря о сухих средствах, сегодня для того, чтобы контурировать свое лицо, я буду использовать вот эту пудру от Эльф. Она очень доступная по цене, при этом она очень хорошего цвета, совершенно не теплого, не рыжего и придает отличную тень. Единственное, что она достаточно сильно пылит, но я готова это просить за такую цену. Я наношу, как обычно, этот продукт под скулой, немножечко на боковые поверхности лба, чтобы сделать его визуально поменьше и поуже. В качестве хайлайтера, так как у нас сегодня супер сильно блестят глаза, я решила с хайлайтером быть подержаннее и использовала дальний свет от Shiseido. Он отлично подсвечивает кожу, просто он не такой ослепляющий, как обычно я люблю. Я наношу его тоже на все обычные места. Это на скулы. Также этим же хайлайтером я ставлю блик во внутренний уголок глаза. И его я наношу над галочкой, над верхней губой. Придать лицу свежесть нам помогут румяна. Как я уже сказала во вступлении, я ими очень довольна. Они очень пигментированы. Здесь я набирала на кисть совсем немножко, потому что боялась супер насыщенного цвета. Но они пигментированы настолько, знаете, что с ними удобно работать. Бывают продукты сильно пигментированы, что ты просто нечаянно ставишь пятно, которое потом невозможно растушевать. Здесь такой проблемы нет. Цвет действительно очень классный. В нашем случае, когда глаза супер блестящие и яркие, этот цвет идеально подошел, потому что немножечко он все-таки подкрасил лицо, но не перетягивал на себя взгляд. Кистью Дуафибра, которой я наносила пудру, я пройдусь по щечкам, чтобы растушевать между собой скульптур, румяна и хайлайтер, чтобы все это смотрелось единым целым. Я вас предупреждала в вступлении, что на губах будет использована помада очень странного оттенка. Конечно же, вы не должны ее использовать. Я не могу претендовать на то, что этот цвет гармоничный очень подходит к этому макияжу. Просто она очень странного оттенка, именно поэтому мне хотелось ее использовать. Но чтобы сделать ее не такой странной, я решила ее смешать с одной из любимых матовых помад. Это помада от Seventeen бежевого оттенка. Я ставлю ею как бы блик в центре губ, и это помогло сделать мои губы, во-первых, немножко более пухными, что всегда плюс, а во-вторых, помогло сделать цвет не таким уж странным. Ребята, на этом наш образ готов. Я очень надеюсь, что видео вам понравилось и вам было интересно. Пожалуйста, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки, пишите запросы на будущие видео. И всем до встречи в следующем видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok